Всем привет! С вами Капитан Немов. Сегодня мы на Радио России с Саньком, Сашей Соловьевым. Редко встречаемся, но редко, но метко. Сегодня будет эфир. Будем играть на фигарбоксах и на гармошках. Санек, скажи что-нибудь. Настоящий блюз. Ранний. Самый ранний. Сейчас 8.50 утра. Будем говорить о блюзе. И самое приятное, слушайте его. Студии Людмила Шаулина, Юрий Геворкян и Алексей Певчев. Доброе утро всем. Доброе утро. Здравствуйте. И этот предпраздничный час эфира обещает быть очень музыкальным. Но уже не томи, уже рассказывай. Да, у нас в студии два замечательных музыканта. Евгений Немов, который играет на необычном инструменте, про который он нам совсем скоро сама расскажет. И Алекс Соловьев, лучший исполнитель на губной гармошке. Как это все может сочетаться, вы сейчас сами и узнаете. Давайте начнем с Евгения. Евгений, вы играете на необычном музыкальном инструменте гитара-сигара. Да, здравствуйте. Здравствуйте всем радиослушатели и уважаемые ведущие. Гитара называется гитара из сигарной коробки. Это не сигара. Я, кстати, в ловушках ничего не слышал. Вот, гитара из сигарной коробки. Почему так называется? Потому что она сделана из сигарной коробки. Как это было почти 200 лет назад. Бедные ребята, реднеки, бывшие солдаты, бывшие рабы, делали гитары себе из всего, что попадалось под руку. В том числе из коробок и всяких разных емкостей. Использовали различные бытовые штуки. Такие, как петли от дверей, проволоку. В общем, все, что было под рукой. Из подручных средств. Да, вот именно. Ну, а теперь эту традицию вспомнили наши американские партнеры, как принято сейчас называть. И где-то с 90-х годов это, так сказать, все переросло в такой большой, большой такой, как сказать, фетиш такой. В большое движение. А что вам попалось под руку? Из чего создан ваш инструмент, который вы сейчас держите в руках? Ну, сейчас это сигарная коробка. Не знаю, как она называется. Чье производство? Это производство Никарагуа. Никарагуа. Да, почему Никарагуа? Это в никарагуанских лесах растет такое дерево, кедр, цедр его еще называют. Оно очень хорошее в плане того, что в акустическом плане. И почему из него делают сигарные коробки? Потому что оно хороший абсорбент. Оно берет на себя всю влагу. И сигары хорошо сохраняются в таких коробках. Так а для инструментов-то это, наоборот, противопоказание, насколько я помню. Там же дерево, из которого изготавливают музыкальные инструменты, оно должно быть определенным образом просушено, определенным образом пропитано, с тем, чтобы потом влагу не впитывать. Да, естественно, но вот этот цедр, он очень ценная, так сказать, древесина. Его даже запрещено вывозить из тех стран, из Южной Америки. Но, тем не менее, там из него делают гитары, укулеле и все остальные музыкальные инструменты. Потому что оно очень легкое и хорошо, так сказать, резонирует. Евгений, а по звуку вот такая гитара-сигара отличается от обычной гитары? Продемонстрируйте нам и нашим слушателям. Да, проще услышать, чем рассказать. У меня здесь электрогитара, то есть уже такая осовремененная, не такая, как 200 лет назад. О, громко. Ну, вот такой вот у нее гнусавенький звучок. Чем-то напоминает такие национальные инструменты Средней Азии и Северной Африки. То есть, в принципе, такие гитары делали в основном ребята-выходцы оттуда как раз-таки. Поэтому они вот так вот и звучат. Слушайте, но у меня вот первые звуки и такое впечатление. Если бы я не видела сейчас этот инструмент у вас в руках, если бы я вас сейчас не видела, а слушала по радио, я бы решила, что мне поставили старую виниловую пластинку 30-х годов записи. Да, именно вот чем они и взяли, так сказать, публику, чем подкупили таким аутентичным своим звучанием. Вообще-то все музыканты, по идее, это, так сказать, занимаются по большей частью исторической реконструкцией, те, кто занимается блюзом, ну, такой вот аутентичной музыкой, такой как средневековый и так далее. Это, в общем-то, немножко ученые и... Или конструкторы. Да, многим людям интересно подержать в руках и издавать те звуки, приближенные к той эпохе, именно почувствовать, как это было тогда, почти 200, 300, 400 лет назад, как оно все тогда звучало. Евгений, скажите, а вообще популяризировал ли вот этот звук? Можно ли сказать, что это были Мадди Уотерс, Бодидли, Бодигай, Джон Ли Хукер? Это они добивались вот этого своего фирменного звучания именно на этом инструменте? Или это все-таки бы у них в основе лежала гитара, слайд и прочее? Да, конечно, вот если верить историческим источникам, мы так сейчас заумно будем говорить, как будто профессора по истории, в принципе, вот эти люди, там, Мадди Уотерс, Биби Кинг и все остальные, которых мы знаем, иконы блюзовой музыки, они, в общем-то, начинали в то время, когда была очень непростая жизнь, в США были тяжелые времена, и не было достаточно средств у людей, вообще приходилось много работать за копейки, и поэтому, естественно, денег на хороший инструмент у людей тогда не было, ну, представляете, сколько стоила тогда гитара, сделанная мастером, например, где-то очень большие деньги, поэтому люди брали себе такие вот простые какие-то средства и делали инструменты себе трехструнные, как правило, двухструнные, играли на них любимую музыку, вот, это вполне нормально, и я всегда думал, зачем Мадди Уотерсу шестиструнная гитара, если он ее настраивает... Зачем так много струн? Да, если ему хватает трех. Да, то, по сути, у него там и шестиструн, это три получается, только дублированные между собой. Слушайте, а есть же люди, которые шестиструнные, на шестиструнных гитарах еще струны дублируют. Ну, вот я и говорю, что... Там 12 струн. 12 струн, да, но, в принципе, они настраиваются, как вот, как трехструнная вот эта вот балалайка, то есть... Ну, еще без одного инструмента невозможен настоящий блюз. Это губная гармошка. Вот у меня вопрос к Алексу Соловьеву. Ваш инструмент, на котором вы играете, он тоже такой олдскульный, аутентичный, как гитара-сигара? Ну, на самом деле, гармошки разные, поэтому у меня набор, их несколько, и поэтому некоторые модели, они старинные, например, Marine Band, Хонровская гармошка, они старинные, им больше, чем 100 лет, а некоторые более новые, как вот это на бамбуковой деке, но звучание приблизительно одинаковое. То есть у вас с собой, я так быстренько посчитал, 14 губных гармошек сейчас. Да, это выглядит, как маленький такой чемоданчик, или как вот, знаете, женская косметичка, кофр, да, и в нем уложены вот эти вот губные гармошки. Ну, или как набор Джеймса Бонда, когда он открывает чемоданчик, там разные гаджеты, тут 14 губных гармошек. Слушайте, ну мы все описываем, описываем. Надо послушать. Слушателям-то, может быть, дадим насладиться, наконец, то, чем мы сами насладились уже. Да, я думаю, мы сейчас сыграем одну очень старенькую песенку, называется она «I can be satisfied». Первым ее записал Мадди Уотерс как раз-таки. Но вообще она приблизительно лет 150 этой песни, может и больше. Ну что ж, давайте послушаем. Мадди Уотерс как раз-таки. Мадди Уотерс как раз-таки. Мадди Уотерс как раз-таки. Продолжение следует... 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 Возвращаемся в студию, я напомню, у нас сегодня царит блюз, гостья нашего эфира Евгений Немов, который играет на гитаре сигаре, мы уже коротко рассказали об этом инструменте, это такая коробка из-под сигар, действительно она с углами, углы не скруглены, как у обычного инструмента, как мы привыкли у гитары или у других струнных, Это коробка из-под сигар и три струны, и звучит это, конечно, потрясающе, и еще один гость, Алекс Соловьев, лучший исполнитель на губной гармошке И у Алекса с собой 14 губных гармошек, и вот в предыдущей песне, которую вы слышали, по ходу исполнения Алекс одну поменял на другую, почему? Ну, можно менять губные гармошки, на одной сыграть, на другой сыграть, так интереснее То есть, потому что у каждой свой звук На самом деле, я просто играл аккомпанемент, пока Женя играл, и играл на низкой, 365-й, это хонеровская губная гармошка, и она старая очень модель, на ней играл Sony Boy Williamson, и это низкий звук, вот такой А на второй, когда было мое соло, я играл на высокое, поэтому поменял А остальные? А там другие тональности Другие тональности, они все тональные А вот эта вот черная, она посередине плоско лежит Это такая же, видите, здесь Ну, это просто тональный, это, кстати, Рэби Морь гармошка, видите, на каждой написан ключ И в течение одной песни можно менять несколько раз гармошки? Я могу одну песню сыграть на трех-четырех гармошках А можете прямо сейчас? Или вам нужна конкретная песня? Это не очень, как бы, интересно, это просто, как бы, чуть меняет окрас мелодии именно фразировку Такие нюансы, которые, наверное, на слух сложно уловить, просто слушаешь и понимаешь, что здорово Ну, есть подготовленные люди, которые отличают, а есть люди, которые слушают, им нравятся Вот, например, у нас ей дозвонила слушательница из Торжка Анна, здравствуйте Доброе утро Вы знаете, у вас такие интересные гости Мне вот это очень понравилось И я хочу пожелать вот товарищам, ну, товарищам пусть даже так Ну, хочу пожелать здоровья, творческих успехов И вот мне все же вопрос такой любопытный А вы, ребята, вы поете по-русски? Или только на иностранном, на английском? Спасибо за вопрос Это традиционный вопрос для нас У нас, кстати, заготовлена песня на русском Да, да, эта песня, значит, называется «О, Боже, подари мне Кадиллак» Я ее написал специально, как бы, как наш ответ Чимберлену То есть, фактически, вот, почему-то у нас такой песни не было никогда И вот решил написать Потому что вот у Дженнис Джоплин, у нее, например, есть такая песня «О, Боже, подари мне Мерседес Бенц» Вот, а я написал вот песню «О, Боже, подари мне Кадиллак» В общем-то, про то же самое Мы можем дать возможность нашим слушателям послушать ее Давайте прямо сейчас «О, Боже, подари мне Кадиллак» Я проснулся рано утром Весь в холодном баду В животе война И ни капли во рту Руки, ноги дрожат В голове моей бардах Я прошу, о, Боже, подари мне Кадиллак Я по улицам прошу, словно серая тень На бутылку прошу, так проходит мой день И мне нечего отвлась В мой дырявый рюкзак Я прошу, о, Боже, подари мне Кадиллак Потерял свой дом Разбазарил друзей Позабыл, о чем мечтал Стал бояться людей Но я дожму тогда И все будет лишь дня Я прошу, о, Боже, подари мне Кадиллак 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 сигарбоксов как это все вообще пришло и появилась и сразу же вот в этот вопрос в венчу и вопрос слушателя где можно это дело купить где мы там можно научиться и сколько живет такой инструмент да но вот люди когда видят эти инструменты им прям хочется сделать такое же своими руками потому что это в общем там ничего такого сложного нет с вида вот и продаются всякие запчасти в любой магазин строительный зайдешь и там если у тебя глаз уже на это дело заточен ты сразу видишь что тебе подойдет в качестве струнодержателя в качестве там еще какой-нибудь декоративного элемента и даже сейчас вот есть такой сервис себе гири . ком это такой сайт там продаются всякие запчасти для сигарбокс гитар том числе и коробки это американский сайт вот и с них в общем то все это началось и там можно купить себе но в принципе для нас это не проблема у нас полно всего продается на любом строительном рынке или большом супермаркете типа там какого-нибудь ашана туда зайдешь и там все все есть вот а где купить сейчас конечно много мастеров уже за это время когда я стал заниматься этими гитарами раньше я был один а теперь люди стали делать на продажу эти инструменты но я их не буду рекламировать вы можете их найти в интернете принципе забиваете в яндекс купить гитару из сигарной коробки и там первый сайт будет мой сигарбокс гитарс . . . ру так как вы дошли до жизни такой как это возникло я просто оказался такой ситуации когда мне нужны были деньги и надо было что-то делать решил как бы вдохнуть вторую жизнь в свой по блюзовый проект потому что в принципе вот есть большая проблема в клубной музыки москвы вот особенно что касается блюзы рок-н-ролла в принципе как бы как тупик такой вот знаете музыканты приходят упираются в стенку и дальше которые уже никак не перепрыгнуть но выходе нет да новых идей нет поэтому пришла идея сделать такой проект изначально он создавался именно как клубный проект такой для концертов а потом уже люди стали интересоваться и я хотел делать новые гитары старые надо было куда-то девать но не выкидывать же их правильно вот сейчас остается пара минут тогда такой же вопрос алексу соловьеву как вы дошли до жизни такой что стали играть на губной гармошке я услышал сербского губного гармониста пара джо и он мне просто изменил отношение к музыке можно сказать я услышал как он это делает насколько он внутренне чистый человек можно так сказать а и он меня удивил своей игрой и своей вот этим шармом вас еще называют лучшим электрическим харпером в россии кто такой электрический вот я тоже хотел задать этот вопрос я обычно включаю электрический харпер да еще и лучший берешь комбик большой старый лучше старый у меня fender конца 63 года вот это хороший звук лучше fender усилитель и микрофон тоже старые 50-х годов и включается комбик без дисторшина чистым звуком и именно из-за громкости появляется чуть-чуть перегрузом звук вот а вообще пришел к музыке ближайшие то есть я всю жизнь на губной гармошке начал петь потом потом встретил препода и он меня научил мы сенсей петь по-другому сейчас я тоже преподаю музыку и распеваю людей меняю голос достаю как бы животный голос и это мне очень сильно поменял вообще отношение к музыке у меня появилась другая музыка то есть не только блюзную и совсем другая музыка на которой я вырос и соответственно сейчас я играю много авторской музыки это микс-блюзы с хип-хопом немножко джаза и это все вместе это разные поли ритм да сахар изобразие пожалуйста как то это вот меня всегда удивляло как он так вот сочетает игру только если прям очень быстро прекрасно на мой что гости наши гостями на студии были евгений немов человек-оркестр создавший воссоздавший древнюю блюзовую традицию своими руками и алекс оловьев лучший исполнитель на губной гармошке в россии как вы могли убедиться сами а мы возвращаемся в эфир на гости нашей студии евгений немов человек играющий на гитар-сигар и алекс соловьев лучший исполнитель на губной гармошке и вы можете присоединиться в беседе телефон эфира нашего прямого 8 800 222 99 92 можете задавать свои вопросы или возможно пожелания песен которые хотите услышать в прямом эфире 8 925 222 999 2 это номер для наших мессенджеров ватсап и вайбер и вот нам дозвонилась ольга из москвы здравствуйте ольга ольга к сожалению да что-то у нас со связью происходит но тем не менее пытайтесь все равно дозвониться 8 800 222 99 92 евгений скажите а вот ваши инструменты они естественно востребованы московской и вообще публикой джазовый джазовыми и близки блюзовыми музыкантами страны сергей воронов из crossroads а кто еще вот из таких интересных персонажей заинтересовался и может быть приобрел личное пользование и теперь наяривает на нем но не знаю как насчет наяривают но я знаю что архиепископ на нижегородский получил в подарок такой инструмент анатолий борисыч чубай скупит для кого-то своих людей или родственников не знаю ну и много еще кто есть в общем но в основном конечно покупают люди которые вот такие любопытные любознательные люди которые не боятся выходить на сцену с такими инструментами потому что эти сами понимаете что одно дело выйти там с красивым там фендером дорогим там инструментом другое дело выйти там с коробкой и все скажут какой-то дурак вышел совершенно не скажут абсолютно потому что это выглядит неожиданно это привлекает внимание и когда эта коробка начинает звучать и звучать так я думаю что наоборот интереса возрастает в конце концов сколько этих фендеров архиепископа а сигарбокс наверное наверное один коллекции так что есть да вообще интересный феномен когда человек приобретает одну такую гитару ему надо еще одну потому что они как губные гармошки настроены на каждую гитару да и то есть у концентрирующих таких практикующих музыкантов которые играют на таких инструментах них как правило с собой на концерте там 45 таких инструментов разных вот и поэтому эти гитары если ты собираешься на них играть на сцене их надо много а вы взаимодействуете с людьми ну по стороне кто играет на этом может быть в мире есть какой-то контакт но мы общаемся да общаемся с американцами то есть я общаюсь с американцами которые вот этой темой занимается продвигает ее но в принципе тут вот проблема такая что поехать на фестиваль там например сигарбокс гитары там тот же самую пенсильванию там нужно естественно там и деньги там какие-то на это потратить или спонсор найти их сейчас мало вот поэтому ну все равно мы общаемся естественно они берут что-то от меня потому что я внедряю какие-то фишки свои меня знают в этой в этой тусовке и даже вот сейчас недавно вышло второе издание книги одержимый сигарбокс гитарой я на своем фейсбуке выложил скриншоты там человек пишет о мастерах об этой вот теме тоже вот и поэтому как бы меня в этом деле знают да и многие берут от меня какие-то штуки а я беру от них поэтому эту тему развиваем вместе получается так а у меня вопрос к алексу соловьеву как научиться играть на гитаре пусть даже такой необычный понятно все таки принцип игры один и тот же что сигарбокс что обычная акустическая гитара ничего себе кто-то так придумал я не думаю что принцип один и тот же самый нет нет разные ну хорошо мы тогда к этому вернемся а вот как и где главное научиться играть на губной гармошке потому что в любой музыкальной школе в россии от москвы до до самых до края есть класс гитары но класс губной гармошки это наверное не везде есть на самом деле да сложно и мне повезло жизни что я встретил своего педагога и сейчас я на самом деле преподаю но на самом деле музыка она очень похожа и неважно гитара гармошка фортепиано суть том как ты подходишь к инструменту и как ты проводишь время с инструментом чем заниматься чтобы научиться а эта система и тоже мне повезло по жизни у меня есть индокитайская школа знаний как бы о музыке и она очень помогает раз сильно отличается от нашей потому что там получается пополам и математика и душа и тогда получается музыка в нашем музыкальной школе чаще всего так забивают голову что сложно импровизировать то есть в общем даже не учат импровизировать а в общем говорят что академические исполнители там пианисты например с импровизации не совсем все плохо ну в общем да вы сказали алекс что вы преподаете также вокал вот очень хотелось бы ваш вокал послушать возможно это эхо нет нет ну давай споешь что-нибудь да вы сыграете евгений да конечно да а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блюз звучит у нас в эфире Евгений Немов Первый российский музыкант Воссоздавший древнюю Как сказано блюзовую традицию Игры на гитаре-сигаре Это сигар-бокс И Алекс Соловьев Лучший исполнитель на губной гармошке Ну, выдали такой Как сказал Евгений? Паровоз, на котором Наши слушатели, я надеюсь На волне На блюзовой тяге Ворвутся В наступающие майские праздники А можно где-то Вас послушать Или купить ваши записи в интернете? В ближайшее время где-то вы выступаете? В ближайшее время нет Я не выступаю практически Сейчас уже Вот Александр, наверное Где-то выступает Я играю 6 июня В баре Менделеев Это мое любимое место, наверное, в Москве 6 июня В баре Менделеев Сбор гостей в 22.00 Можно прийти и послушать Да А про музыку Можно на сайте посмотреть музыку У меня есть сайт bluesharp.ru И там В свободном доступе SoundCloud YouTube Евгений, ну а вас что Нигде невозможно найти Кроме как В эфире Радио России? Ну, пока что да Ну, просто Не знаю, почему Как-то не приглашают пока Так изредка бывает На какие-нибудь праздники Если кому-то захочется Например, свадьбу Там, это самое Там, похороны Похороны под блюз Это сильно, да Ну, а что Это вполне в традиции Надеюсь, ты не начальству Хорошему, соображающему Спасибо большое Евгению Немову И Алексу Соловьеву Создали прекрасное Праздничное настроение Возвращайтесь к нам в студию еще А мы прощаемся с вами Но ненадолго Будем говорить о блюзе И самое приятное Слушайте его Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...